Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов и каждый, кто сделает репост этого видео в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Коллеги, разбирал для своих учеников, искал кое-какие материалы и разбирал материалы и нашел у себя в архиве стоп-лист одного из крупных федеральных каналов, из каналов Большой Тройки. Материал старый, то есть что такое стоп-лист? Это запретные темы, то есть это секретный документ, который рассылали по кинокомпаниям для того, чтобы предупредить, что вот на такие темы, ребята, сериалов не пишите. Сразу хочу, не буду называть какой канал, неважно. Материал старый, примерно 5-7 летней давности. Вероятно, сейчас уже действуют другие вводные. Во всяком случае, вот некоторые из перечисленных некоторые темы, даже я, в общем, каким-то образом пытался продвинуть и всегда получал по башке. Но сейчас я вижу, что вот потихонечку-потихонечку вот в этом смысле начинаются какие-то подвижки, поэтому я советую этот список использовать не как руководство к действию, вернее бездействию, да, А как принять это к сведению, что вот есть такая штука, вот эти темы на телевидении нежелательны и может быть использовать это, может быть вы наоборот захотите это использовать как, не знаю, для вас это будет как красная тряпка, да. Вот раз эта тема запретна, значит вот именно на эту тему я напишу сериал и сделаю, и он выйдет, и его с огромным удовольствием посмотрят. И в этом случае я смею надеяться, что через какое-то время этот список и это видео будет рассматриваться не как, опять же, руководство к действию, а как, ну, некий исторический конфуз, да, некий такой, некая такая странность, над которой можно только посмеяться. Итак, вот он список запретных тем на российском телевидении. Первое, это педофилия, убийство детей. Второе, это маньяки в качестве сюжета образующей линии. Кстати, вот совершенно точно я помню, как мы пытались пробить, пробить серию, двухсерийный, вернее, сюжет с маньяком, и у нас просто вот как мы не бились, мы никак не смогли пробить этот сюжет, это было где-то 8 лет назад, но сейчас я вижу, что некая ситуация меняется, да, у нас есть, например, метод, да, то есть появляются сериалы, в которых, в которых эта тема уже нормально раскрывается на федеральном ТВ. Третье, это натурализм, убийство в кадре, кровь рекой, медицинские процедуры. Четвертое, это журналисты, журналистские расследования. Почему, кстати, непонятно. Пятое, богема, писатели, искусствоведы, художники, ученые. Шестое, интернет, социальные сети, гаджеты в качестве сюжета образующих. Седьмое, употребление наркотиков в кадре. Восьмое, разжигание национальной розни, преступники, нацменьшинства. Вот тоже, кстати говоря, в свое время мы сняли такой сериал под названием «Салам, Москва», он шел на первом канале. Не скажу, что он просто шел к эфиру, он лежал на полке, по-моему, 4 или 5 лет, но, тем не менее, вот мы эту тему с трудом, но как-то вот смогли поднять на нашем канале. Возможно, тоже это, этот пункт уже ушел в прошлое. Девятое, поиск, ну и есть некоторые пункты, которые для меня, например, совершенно были неожиданны. И до сих пор я не понимаю, почему они в этом стоп-листе. Девятое, поиски сокровищ, великих, редких книг и тому подобное. Десятое, предметы искусства в качестве сюжета образующей линии. Одиннадцатое, любые проявления мистики. Двенадцатое, женщина в качестве главной героини. Вот тут я чувствую, что я сразу же слил тему, да, уже можно догадаться, о каком канале идет речь. Ну, по крайней мере, о каком канале не идет речь. Тринадцатое, молодые главные герои, младше 30 лет. Четырнадцатое, исторические сюжеты. Пятнадцатое, сюжеты о Великой Отечественной войне. Шестнадцатое, истории, действия которых разворачиваются в девяностые. Семнадцатое, научные работы, научные исследования. Восемнадцатое, гипноз, психология, психиатрия, астрология в качестве сюжета образующих. Вот, собственно, этот стоп-лист. Прикольно, на самом деле, было бы, если вы воспримете этот стоп-лист как список тем, на которые нужно написать сериалы. И напишите сериал с сюжетной основой, вот, каждой из этих запретных тем. И эти сериалы будут успешны. Мне кажется, это было бы прикольно. Я Александр Молчанов, с вами все в порядке. Пишите сценарий, счастливо!